Привет из Америки! Сегодня я решила приготовить торт Дамские пальчики. Тортик получается очень вкусный, нежный, с тонкой, нежной кокосовой ноткой. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для крема мне понадобится маскарпун, сахарная пудра, ванильный сахар, сметана и какао. Перекладываю сметану в сито и это я делаю для того, чтобы как можно больше жидкости вышло из сметаны. И примерно оставляю на 2-3 часа. Сейчас я буду готовить тесто для дамских палочек. Мне понадобится масло, молоко, яйца, мука и соль. Я взяла такую вот кастрюльку, у меня она с толстым дном. Отправляю молоко, масло и щепотка соли. И довожу до кипения. Уменьшаю огонек на самый минимум. Добавляю муку и все время помешивая, буду заваривать его примерно 3 минуты на медленном огне. Уже прошло 3 минуты. Выключаю плиту и убираю с плиты. Тесто немного остыло. Теперь постепенно по одному яйцу будем вводить в это тесто и размешивать. Вот такое вот тесто должно получиться. Теперь мне понадобится противень. И противень я застелила бумагой для выпечки. И слегка смазала сливочным маслом. Тесто я переложила в кондитерский пакет с вот такой вот насадочкой. И буду отсаживать палочки примерно 5 сантиметров. Отправляю в разогретую духовку на 360 градусов фаренгейт или 180 градусов цельсия. И буду выпекать до золотистого цвета примерно 20 минут. Нужно ориентироваться по своей духовочке. Теперь я приготовлю крем. Сколько жидкости у меня было в сметанке. Жидкость она вся вышла. Перекладываю в емкость, в которой я буду делать крем. Сюда же я отправляю маскарпон. 2 пачечки ванильного сахара. Ванильный сахар можно заменить на ванилин. Но тогда будет больше жидкости в креме. Сахарную пудру. Теперь нужно размешать до однородности. Вот такой он получился крем. Теперь я немного отложу крема в другую емкость. Добавлю немного какао. И нужно размешать. Все, 2 крема у меня готовы. Перекладываю коричневый крем в кондитерский пакет. Теперь я слегка буду заполнять коричневым кремом. Вот эту вот часть я заполнила кремом. А эта часть у меня осталась без крема. У меня не хватило немного крема. Собирать торт я буду вот такой вот форме. Форму я выстелила бумагой для выпечки. Эта форма у меня примерно 22 сантиметра. Беру пальчики, окунаю в крем. И плотненько выкладываю форму. Выкладываю я второй ряд. Если у меня первый ряд я выкладываю по горизонтали, то второй ряд по диагонали. Третий ряд я буду опять по горизонтали. И так буду чередовать ряды. И до тех пор буду укладывать, пока мясо не закончится у меня палочки. Отправляю в холодильник примерно на 4-5 часов для того, чтобы хорошо крем застыл. А самое лучшее оставлять его на ночь, чтобы он хорошо пропитался и будет намного вкуснее. Прошло примерно уже 6 часов. Я буду вынимать тортик из формы. Вот такой вот он получился. Я возьму из пачечки, это у меня кокосовая стружка. И украшу кокосовой стружкой. Стружка у меня не сухая. Это с пачечки, она увлажненная. Я украшу вот такими вот ромашечками. Остается только пожелать всем приятного чаяпития. Кто был со мной, всем огромное спасибо. Кому понравился такой тортик, ставьте лайк. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш канал. А с вами была Ольга, семейные вкусняшки. И до новых встреч. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok